В Волгоградской области продолжается строительство и ремонт автотрасс. Сегодня в Камышинском районе была сдана в эксплуатацию подъездная дорога к селу Нижняя Добринка. Магистраль, восстановление которой местные жители ждали 5 долгих лет, соединила этот населенный пункт с федеральной трассой. Из Камышинского района материал Екатерины Караваевой. По ней нельзя было ни пройти, ни проехать. Именно так местные жители описывают состояние подъездной дороги к селу Нижняя Добринка. Здесь живут более тысячи человек, и добираться до федеральной трассы до недавнего времени им приходилось буквально по колдобинам. Дорога была ужасная, разбитая, очень сильная, большие ямы. Вот я, как у меня машина дома есть, ездил часто, если в Верхнюю Добринку едешь, по ней приходится ехать. Еду 20-30 километров, больше нельзя. У меня машина спортивная, не позволяет подвеска. А так вот езжу по грунтовой дороге. А сейчас, конечно, сделали, тут можно ехать. Теперь же педагог Юрий Сабгайда планирует чаще выезжать на экскурсии со школьниками. Ремонт подъездной магистрали обошелся в 20 миллионов рублей, которые были выделены из областной казны. Сделали выравничий слой, устранили просадки на трубах и выравничий слой закрыли поверхностной обработкой. Вот уникальность этой технологии. Во-первых, по срокам гораздо раньше все это получается, удешевление и качество. Этот участок дороги один из самых протяженных среди тех, что ремонтируется в нынешнем году. Его длина более 6 километров. Несмотря на большие объемы работы, реконструкцию автомагистрали удалось завершить в сжатые сроки. Начали дорожники в июле и уже через несколько месяцев сдали объект в эксплуатацию со значительным опережением графика. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году втрое увеличились средства, выделяемые на дорожное строительство, содержание дорожного хозяйства области. И безусловно, по сравнению с прошлым годом, мы сделали серьезный прорыв в области ремонта, строительства и содержания дорог. И, скажем, эта дорога, одно из ярких свидетельств, свыше пяти лет она требовала ремонта. Специалисты уверены, в ближайшие 10-15 лет вмешательства дорожников не понадобится. Качество ремонта на высоте. А пока новую магистраль опробовали велосипедисты и молодые мамы с колясками, совершив символический проезд по дороге. Екатерина Караваева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба» из Камышинского района.